Ремонтные работы начались еще в конце мая и сегодня уже можно увидеть промежуточные результаты. В быстром темпе идет ремонт дворовых территорий. Новый асфальт появился во дворах на Кузнецово 15 и Сахарова 18. Настала очередь и для двора на улице Сахарова 54. Стоимость благоустройства этого объекта составляет порядка 1 биллиона 700 тысяч рублей. На Сахарова 54 у нас проведены подготовительные работы. С завтрашнего дня начинает выставлять бордюрный камень. То есть готовить уже под первый слой асфальта. Поэтому я думаю, что в течение двух недель, наверное, мы асфальт увидим на этих дворовых территориях. У нас у подрядчика большая очень загрузка, поэтому приходится им по какому-то графику работать, в том числе и с нами. Вы знаете, объемы работы большие в этом году. Не стоит на месте обустройство общественных территорий. В городской парк завезли грунт, с помощью которого выровняют поверхность под новую детскую площадку. А затем сверху будет выложена резиновая плитка. Накануне техника появилась и в Комсомольском скверике. Там демонтировали старые качели, а сейчас проводят разметку для будущей застройки. Это самая дорогая территория в программе. Стоимость благоустройства составляет 6 миллионов рублей. Устюжание старту работ рады. Это очень хорошо. А почему? Ну, потому что детям будет где гулять. И кто-то может отдохнуть. И взрослых. Я же думаю, это замечательно. Слава Богу, фонари сделали. Ну, вот это ночами, говорят, это очень хорошо. Замечательно. Ну, тротуары надо делать, конечно. Очень даже хорошо. А то, знаете, еще уступами не нравится, что тротуар. Я слепая совсем минус 13. Так очень плохо мне. Слам очень хорошо, что скверта хоть дорожки-то сделают. Очень замечательно. Я здесь живу, в этом районе почти всю жизнь. Детскую площадку сделали. Это хорошо очень. Здесь был вообще бардак, насколько я помню. А сейчас нормально было все. Конечно, тротуары давно надо здесь сменить. Сами чувствуете, видите, как идете, все слышно. Все камушки. Надо, надо ремонт. После окончания работ в парке культуры и отдыха, который планируют завершить ко дню города, благоустройство начнется в сосновой роще авангарда. Что касается дворовых территорий, то нетронутым остался единственный из запланированных участков на улице Мира у домов 1 и 2. Все работы завершат 31 августа. Степан Корижановский, Антон Карев, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».